Так, ну что ребят, всем привет, ролик по поводу битка и ситуации на рынке, но перед этим я хотел сказать, что мы зашли в новый проект с моей командой клуба, ну и в принципе в телеграм-канале, те кто состоит, так уже знают, поэтому чтобы видеть впервые новости, нужно быть подписанным. Мы зашли в проект, соответственно Legends Group и это у нас проект по автодропам, аэрдропам, нодам и так далее, поэтому проект по автодропам стоит он получается 99 долларов подписка, это за год годовая подписка и разработчики забирают 33% с каждого дропа себе, то есть за нас выполняются различные квесты, а мы соответственно в принципе забираем 67% прибыли, разработчики забирают 33% плюс получают деньги за подписку. Имейте это ввиду, также можно строить свою реферальную сеть и так далее, ну и в принципе есть также обучение, оно входит также в подписку, если вы берете, получится бизнес, академия, академия, то есть все азы там криптовалюты и так далее, плюс я проверял вывод из данного проекта буквально, вот вчера, сегодня мне пришли деньги, порядка 12 часов был вывод, но главное, что он работает, вот, поэтому имейте ввиду, в принципе это у нас сверхвысокоисковый проект, я сразу говорю, нужно заходить на свободные суммы, это более рисковая тема, чем крипта, но в принципе на ней тоже можно заработать, и как мы видим, если выбрать мои проекты, то соответственно у меня уже собирается проект Кайдора и соответственно потом идет сбор по двум проектам, еще по ноптик и ожидаю дальнейшего агрокдропа для того, чтобы получить монеты на свой баланс. Естественно, чем больше аккаунтов в автодропе вы покупаете, тем соответственно больше монет вы получите из аллокации, все ссылки будут в описании, соответственно обязательно ознакомливайтесь, также есть у нас чат бесплатный, абсолютно заходите, там я отвечаю на вопросы, есть у нас соответственно гайды, как заводить деньги, как соответственно все это участвовать, посмотреть интервью там и так далее с админами проекта и в принципе все остальное, все подробные инструкции, ответы на вопросы, все там имеется, Кого заинтересовало, в принципе, тут потенциал Можно зайти на 100 долларов А можно на выходе через год забрать десятки тысяч долларов Ну посмотрим, будет ли это так Наблюдаем за проектом Имейте ввиду, что это сверхвысокий риск Заходим только на свободные суммы Ну и в принципе, наблюдаем дальше за данным проектом Проект только недавно стартанул с автодропами Поэтому успевайте, заходим из числа первых Вот, поэтому я обычно рекомендую то, что сам советую Естественно, рекомендую то, что сам советую Классно сказал Короче, рекомендую то, что сам захожу Я уже сам взял максимальный пакет Соответственно И строю свою сеть В том числе, я этого не скрываю В том числе, буду получать проценты за вас И вы, соответственно, тоже будете получать бонусы Если регистрируетесь по моей ссылке Вот, поэтому все ссылки в описании На чат, на регистрацию, имейте ввиду Ну а теперь переходим непосредственно к рынку Кого интересует заработать свободные USDT А пока еще идет медвежка В принципе, это можно сделать в данном проекте Вот, поэтому, далее Биткоин на данном этапе болтается во флейте Ничего интересного Давайте посмотрим, что у нас по альтам Альты у нас начинают отскакивать Но видно, что цену жестко давят вниз И пока что ничего перспективного не наблюдается По поводу эфира В принципе, ситуация аналогичная, как и по биткоину Но, в принципе, эфир идет у нас на опережение Я говорил, что у него не закрыт гэп Я напоминаю, то есть по эфиру Давайте глянем, я вам покажу Соответственно, гэпчик у нас на 1440 еще не закрыт И, в принципе, вот как раз, я думаю, он в процессе этого И сейчас намеревается это в ближайшем будущем Вполне может быть, сделать Вот, по поводу биткоина Гэпы мы все закрыли Продолжаем двигаться дальше вниз Давайте посмотрим, что у нас по доминации Доминация битка, соответственно, у нас продолжает топтаться на одном месте Ничего абсолютно интересного По поводу доминации эфира Давайте глянем, что у нас происходит Доминация эфира также у нас значительно снизилась Но все равно еще находится в таком восходящем канале Я думаю, до 17% ее могут додавить вообще запросто Далее, BNB доминация также у нас снижается Если глянуть по доминации льтов Давайте посмотрим, что у нас происходит Доминация льтов в пасте аллигатора Пока гребчик вот этот тоже не закрыла Болтается на хаях Но не долг час, когда, я думаю, мы спустимся вниз Потом, соответственно, доминация USDT У нас находится на локальных хаях Но, в принципе, тоже здесь идет, я думаю, разгрузка Если выходим, конечно, за 8,5 центов У нас дорога до 8,9 А если выходим за 9%, то, соответственно, пидуем дальше наверх И, в принципе, у нас перелив будет в USDT от китов Далее, давайте посмотрим, что по фонде Фонда у нас, кстати, отскочила Но сейчас дальше корректируется Посмотрим, будет ли у нас снижение ниже 4200 По NASDAQ ниже 14000 Будет ли снижение И по Dow Jones получается 33600 И давайте Тайкью глянем Тайкью у нас получается, если будет 340, а то и 320 долларов Ну, наблюдаем Пока что индекс доллара у нас топчется на месте Но, в принципе, он может продолжить свое движение Далее По поводу BNB, как мы видим, тоже у нас наблюдается снижение На данном этапе тоже не торопился бы залетать в покупки По поводу Algorand То же самое, давят цену вниз И давайте посмотрим наши индикаторы Которые двигаются на опережение Это у нас Zcash Соответственно, тоже давят цену вниз по жесткому И боят ланги Далее, по поводу Dash В принципе, ситуация у нас плюс-минус аналогичная Далее, Monero Показал отскок Ну, Monero своеобразная монета Имейте в виду по Bitcoin Cash Я, в принципе, говорил Не надо торопиться с покупками И, в принципе, вот этот отскок Я говорил, это вынос шартов и дальше вниз В принципе, так оно и происходит Поэтому я бы ждал бы 120 баксов, а то и ниже Вот, по поводу YUS То же самое Стоим на месте Ничего интересного Ну, в принципе, такая вот ситуация Давайте глянем еще Аду Ада Cardano Пока что тоже ниже уровня В 25,5 центов не закрепилась Но наверх тоже идти пока что не планирует Индекс страха и жадности Находится на уровне 40 Пока что тоже ничего интересного Такой нейтралитет Люди немножко боятся По поводу ликвидации В принципе, ничего интересного Пока что у нас такое Затишье Если глянуть, кстати Биткоин Волатильность Волатильность Индекс волатильности Короче У нас тоже находится на низких отметках И это говорит о том Что, в принципе, у нас может быть В ближайшее время Бритье И, вероятнее всего Лонгов Также еще У нас Биткоин упал до 26 тысяч долларов Поскольку майнеры продают У нас большие суммы Эта новость у нас была Три дня назад И, получается У нас биткоин-майнеры Участвуют в распродаже У нас наблюдается тенденция Да, майнеров Биткоин к биржевому потоку За последние пару недель И, как показано на графике У нас поток биткоин-майнеров За 7 дней За последние дни У нас несколько Несколько увеличился И, также, BTC Обычно падает Такий раз Когда майнеры делают Криптные депозиты На платформах Ну и, также, у нас В то же время Приток майнеров Зарегистрировал высокие значения Это означает Что новые монеты Вернулись на кошельки Этих валидаторов Цепочки Ну и, в принципе, у нас Говорят, что из-за того Что некоторые майнеры Могли использовать Возможность краха Для расширения своих активов И, еще один интересующий Показатель Это резервы майнеров Которые у нас Кокворта Вносят в своих кошельках Прямо сейчас И, данные индикаторы Подтвердят, что запасы майнеров Фактически выросли Во время падения цен Ну, то есть, с одной стороны Вроде как продают Но, с другой стороны Видно, что накапливают Потом биткоин-майнеры Ожидают облегчения У нас также Педалируется на этой новости Что предстоящее снижение Сложности Прогнозируется После августовских проблем Вот И, в настоящее время Хешрейт сети Составляет 367-58 экзохэша в секунду При значении 380 за последние 10 дней Ну, и также Статистика Подсказывает Что с 22 августа У нас Среднее значение Блокировки Превысило В более чем 10 минут Да, если за 16-й год Блок будет найден Менее чем За обычные 2 недели Сложность возрастет Также у нас По поводу Последней недели Цена и сложность Создавали проблемы Для майнеров Хешрейт оставался Стабильным И устойчивым Далее Потом у нас Соответственно Добавили Кстати на крипто Ранки Разлоки Поэтому можно Теперь намного Удобнее смотреть Если кто Пользовался Данным сервисом Как минимум У нас есть Майзница Офдалагни Скоро будут Разлоки Дарр проект Я думаю Многие слышали Нерр протокол Всех на слуху Вазерикс Тоже Гал Что у нас Тут еще Из такого Популярного Имеется Ну, в принципе GMT Степан Ну, я думаю Всем покер Уже на него Потому что Тренд Это галаптос Будет Монетки У нас Разблокируются Сколько будет Разблокировано Через сколько И так далее Битдао Флоу Поэтому Разлоки Еще впереди Имейте ввиду Что вот эти монеты Имеют риск Того Что они еще Укатаются Потом Недавняя Производительность У нас Биткоина И спад На рынке В принципе У нас Говорится Рынок криптовалют Испытал Сильнейший Импульс И это было У нас Получается Когда Три дня назад Как раз таки Когда у нас Было Это цена Вам нужна На количество Монет В обороте Потом Достигнет ли У нас БТС 23 тысячи Долларов Ну и в принципе Нам говорят Что в принципе Может это сделать Но нам нужно Оставаться За 25 тысяч Долларов Чтобы не упасть Ниже Ну и Открытие Ежемесячных Свечей Которая будет И если у нас Продолжится Нисходящий Тренд Или ежемесячное Смещение Импульса В восходящем Направлении Получим сигнал От алгоритма Прогнозирования Тренд Данные у нас Коинглаз Показали Что 31 августа Произошел Самый большой Объем Ликвидации Длинных Позиций С момента Падения На 10% В начале Месяца Ну и Однако Цифра Все еще Значительно Ниже Дневного Объема Ликвидации Две Недели Назад Потом У нас JP Morgan Конечно же Продолжает Педалировать На теме Биткоин ETF И победа Грискейл Повысила Шансы Одобрения Ну мы же прекрасно Понимаем Что это все Может быть Загон На локальных Аях Про биткоин ETF И эти новости Я уже все это Показывал на канале Когда нас загоняли А загоняли Нас По 30 тысяч Что давайте Вот здесь И вот здесь Новости Выходили постоянно С марта Месяца То есть буквально Полгода Практически Ну там давайте Сколько у нас Получается С марта Это у нас Третий месяц Август Ну 5 месяцев Ну да Считай полгода У нас выходили Новости Давайте Давайте Заходим Ну и мы же Прекрасно Понимаем Что это был Загон толпы Чтобы потом Побрить на миллиард Как минимум Вот Потом объем торгов На Упанси Достиг минимума За 2 года Ну и в принципе Как мы понимаем NFT Никому не интересна Сейчас данная тема Как минимум Хайп был у нас На пике Бычьего рынка Естественно И после этого Когда у нас был Ноябрь 2021 года И после этого Сейчас никому Эта тема Нахер не усралась И как минимум Отключил Ванчейн инструмент Который обеспечивает Сбор авторских Отчислений Решение не получило Поддержки На которую Рассчитывала Команда Вот Поэтому имейте ввиду Что на текущем этапе Говорит Типа Марк Юбан Что это ошибка Ну и в принципе Намер не прекратить Сотрудничество У нас так же К февралю 24 года Совпадение Что все К февралю 24 года Какая-то магическая дата Помните Тогда у нас был Что-то Март 23 года Все педалировали И суд сектом И альцезон Типа должен начаться Там Ну потолок с апреля Ну в принципе Те кто ждут с апреля Такого не дождались Да И сейчас у нас Педалируют на теме Февраль 24 года Не знаю почему именно Это Но посмотрим Что будет у нас В дальнейшем Руководители Гала Геймс Обвинили друг друга В краже 130 миллионов Ну я рассказал Что Гала проект И так Это с камина Еще в 22 году Говорил Вот Потому что там были Какие-то взломы Плюс неограниченная эмиссия Ну и в принципе Данный проект У нас сливают Разлоки ТДТП Кто захотел Можно было заработать Когда я советовал Его осенью 25 года Можно было забрать Хорошие иксы Кто помнит Тот помнит Около 10 иксов Можно было забрать Сейчас эта монета Тут у послевают И никому нахер Не уперлась Поэтому смысла В нее заходить Не имеет никакого Поэтому в принципе Если хотите зарабатывать ЮздТ То заходим В проект Ледженс Опять же таки Сверхвысокий риск Если кто считает Нужным Что 100 долларов Это большая сумма Чтобы зайти Можете не заходить В принципе Можете сидеть дальше Вот Ну в принципе Кто хочет заработать Юздитички Успеть До какого-то обвала То в принципе Это можно сделать В данном проекте Пока рынок Криптовалют Особо не радует Поэтому такие мысли Такие дела по рынку Наблюдаем за ситуацией Пишите в комментах Что думаете Ну а ссылки на проект Будут в описании